Ребята, цель этого проекта за месяц, вот смотрите, до конца сезона 26 дней, цель этого проекта за месяц взять минимум 4000 кубков. Поэтому, если тебе интересно, обязательно ставь лайк, нажимай на колокольчик и не пропускай мои ролики, стримы, потому что я буду стримить каждый день, я буду снимать ролики каждый день и за кратчайшие сроки я буду просто поднимать очень огромное количество трофеев. Обязательно подписывайся и следи за моим новым проектом. А по завершении этой рубрики, скорее всего, в конце я этот аккаунт разыграю среди вас. Привет, дорогие друзья, новый выпуск по рояль и, как и обещал, после конца сезона я создаю твинка и новый проект. На протяжении этих нескольких дней я был в раздумьях, что создать, какой аккаунт, что прокачивать, какую колоду, играть первым уровнем, играть одной колодой, играть разными колодами, прокачивать уровень короля, не прокачивать, до сих пор, кстати, в раздумьях. И сейчас я вам предложу несколько вариантов и вы, ребята, мне в комментариях напишите и мы в дальнейшем определимся. Сейчас перейдем на твинка, но для начала я вам покажу, что я вообще хочу и какой проект, я думаю, замутить. Значит, я исключил такой вариант, играть без доната, это скукотище. У меня нет времени на задротство, поэтому извините, но этот проект либо будет следующим, либо чуть попозже. Потому что, ну, сейчас я не хочу играть и копить золото, не знаю, где его брать, потом гранды катать не хочу. Короче, друзья, однозначно будет открытие сундуков, я обязательно опять закину кучу гемов. Для меня это, мне кажется, ну, намного фановее, интереснее и прикольнее. Открывать сундуки, донатить там, троллить противников. Ну, не знаю, для меня это, как по мне, намного интереснее. Не знаю, почему вы все просили без доната. Вот, значит, я буду обязательно донатить и буду, наверное, вкидывать снова в одну колоду. Я думал, что же, какую деку. Однозначно надо было исключить голема, потому что я прошлый голем, прошлый проект был с големом. И лаву, потому что с лавой я не умею. И, а, легендарки все исключить. Я склонялся к нескольким вариантам. Сделать что-то с коргигом, либо по фану сделать элитных варваров со спамом. Но этот вариант я не могу взять без вашего разрешения, потому что я не хочу, чтобы вы бомбили. Потому что у многих подростков неадекватная реакция на разные вещи в игре. Поэтому я не хочу у вас вызывать бурю эмоций. Если вы не хотите, чтобы с элитными варварами делать какую-то фан-колоду, я не буду. Если вы поддержите, напишите в комментариях. Чисто по фану. Это как вы, кстати, решите, так и будет. Поэтому пишите в комментариях. Если что, так я могу еще эту деку взять. Вот такая вот дека с коргигом у меня была. Потом были еще несколько вариантов взять какую-то в ТВ-Рояль. Мне понравилась колода. Сейчас я вам покажу, какая дека понравилась. Вот спарки с гигантом. Вот реально что-то по фану, что-то такое прикольное. Либо что-то придумать авторскую деку с трема мушкетерами. Либо, ну я не знаю, либо что-то с гигантом, либо с хогом. Дешевый хог. В общем, не знаю, какие будут варианты. Погнали, ребята, сейчас на твинка. Итак, ребятки, я сейчас нахожусь на твинке. Так как этот аккаунт сейчас в стадии обучения проходит. Поэтому смотреть тут практически сейчас нечего. Поэтому я буду сейчас с вами разговаривать. Задам вам несколько вопросов. Сделаю несколько вариантов. Ну, а вы, естественно, в комментариях их выберите. Колоды я вам уже предложил. Надеюсь, что с колодами мы с вами определимся. Брать это в ТВ-Рояль. Делать это авторскую деку. Либо какую-то нелепую деку с начальной арены. Это уже, ребята, решать вам. Пишите. Не стесняйтесь в комментариях. Если вы видели какой-то годный комментарий, ставьте лайк. По мнению большинства. Вот вместе с вами. Если прошлый проект я выбирал сам. Какую деку буду прокачивать и что я буду делать. То в этом новом проекте я хочу вместе с вами выбрать. И чтобы это было и вам, и мне интересно. Естественно, я буду донатить. Я уже сказал, что без доната я не хочу. Это, возможно, либо следующий будет проект. Если прямо сильно вам горит. И как вы хотите, чтобы я без доната играл. То, возможно, в следующий проект это будет. Следующий момент. Предыдущий аккаунт также был полностью по моей инициативе. Ну, как полностью. Я увидел тему Урувина. Что прокачивать эту деку и не качать башни короля. Но, тем не менее, я и ник придумал свой. И, короче, все выбрал сам. Поэтому пишите еще в комментариях, какой сделать ник. Опять-таки, пишите, возможно, одним сообщением сразу. Колоду, какую хотите. И сразу ник. Больше всего лайков, какой комментарий наберет. Такой, в принципе, сделаем никнейм. Такую, в принципе, возьмем колоду. Но я еще, естественно, буду выбирать. Это не значит, что если там какой-то Вася Пупкин наберет 50 лайков больше всего, да. И будет какая-то дичь колода и дичь ник. Естественно, я такое брать не буду. Я буду присматриваться к более, ну, адекватным как и никнеймам, так и к колодам. Следующий вопрос. Прокачивать колоду, это понятно. Донатить все дела. Но как с башней короля быть? Вот тоже оставлять. Если оставлять ее реально небольшой. Если башня короля будет плохо прокачена. То, друзья, то нужно будет, наверное, какую-то нормальную, адекватную деку. Но хотелось бы, конечно, что-то, ну, по фану. Чтобы было и адекватно, и по фану. Чтобы можно было играть. Я уже несколько колод тестировал. Можно что-то с быстрым циклом и трима мушкетерами. Просто спамить сборщики. Менять цикл, там, скелетиками прокручивать, запом. И еще какими-то картами за один эликсир. И постоянно спамить, спамить, спамить сборщики. А потом на двойном, там, через зеркало, к примеру, там, трех мушкетеров, да, выбрасывать. Либо что-то спамом. Я не знаю. Просто пишите в комментариях от того, чего... От чего вы не будете гореть. Вот так вот. Я, в принципе, по фану много бы колод мог придумать. Как и с этим... О, кстати, как тебя зовут? А можно как-то потом выбрать ник? Слишком короткое имя. Блин, охренеть. Мы прошли с вами обучение. А что если все эти сундуки оставить? А потом... А, ну хотя ничего с этого не получится. Блин, только хотел сказать, какой ник выбрать. И вы ник пишите. И тут уже мне предлагают. И я дальше не могу играть. Все. На этом игра закончилась. Блин, это печально. Я не хочу ждать. Я хочу еще поиграть. Пройти обучение, наконец-то. Значит, ну, значит, с ником отпадаем. Значит, ник будет мой. У меня, значит, все ники, которые... Вот у меня вечно задают вопрос. Холдик, как ты придумаешь ники? Откуда они у тебя берутся? Значит, ники все у меня идут с прошлой игры, в которую я очень долго играл. Это Вов. У меня было много разных аккаунтов. Много разных никнеймов. Все они были разные. Некоторые похожи. Был ульт. Был холдик. Был Морталс. Был Сэлт Хрис. Нектас. Вот. Ну, давайте я... Я вот хочу Морталс. Мор... Морталс. Морталс. Вот, вроде прикольный ник. Окей. Все. Никнейм я выбрал. Место для сундуков. Магазин еще у меня закрыт. Так. Ну, давайте. Окей. Так и хочет обучение, чтобы я открыл сундук. Все. Я открыл. Дальше он хочет, чтобы я прокачал какую-то карту. Окей. Давай. Давай. Типа. Я такой дебил. Не знаю. Обучение, конечно. Не обезважайтесь. Но для дебилов. Типа. Я не знаю, что надо прокачивать. Что надо открывать сундуки. Типа. Вот этот пальчик. Типа. Ну, я же. Ну, как бы. Логично догадываюсь, что куда. Зачем мне вот это все подсказывать? Обучение реально. Ну, для очень отбитых. Прям. Ну. Уже надо усложнять обучение. Надо реально какие-то там тактики показывать. Я не знаю, потому что роялю уже сколько? Два или три года, да? Ну. Обучение все никак не поменялось. Я не думаю, что игроки, которые даже впервые играют в рояль. Вот. Не знают, что тут нажимать. И не знают, что. Не догадаются, что нужно открыть сундук. Или перейти в вкладку карты и прокачать ее. Неужели это так сложно? Вот. Итак, ребятки. Значит. После этого. Выхода этого ролика. Вы напишите в комментариях, какую деку. Вы напишите, возможно, какой не жанр, а в каком режиме мы будем играть. Прокачивать полностью башню короля или оставлять ее минимальной. Либо прокачать, возможно, какую-то одну карту. В общем, я еще ваши комментарии под этим видео почитаю. Но я склоняюсь к тому, что я буду прокачивать какую-то очередную деку с Тиви Рояль. И, ребятка. Цель этого проекта за месяц. Вот, смотрите. До конца сезона 26 дней. И цель этого проекта за месяц взять минимум 4000 кубков. Поэтому, если тебе интересно, обязательно ставь лайк. Нажимай на колокольчик. И не пропускай мои ролики, стримы. Потому что я буду стримить каждый день. Я буду снимать ролики каждый день. И за кратчайшие сроки я буду просто поднимать очень огромное количество трофеев. Обязательно подписывайся и следи за моим новым проектом. Ну, а сейчас я предлагаю сходить в одну каточку. Оу, бесплатный сундук уже. Ебой. Ну, мы как бы каточку сыграли до этого. Но мы не играли еще с реальными игроками. Поехали, сыграем. У тебя должно быть 8 карт в твоей колоде. Окей, окей. 8 карт в моей колоде. И что делать? А, я понял. Ты намекаешь на то, что мне надо сундуки открыть. Поехали. Хорошо. Все? Есть 8? А, 7 только. Окей. Так, сейчас эпическая карта выпадет. Армия скелетов. Крутяк. Армия скелетов. Крутая, кстати, карта. В общем, ребят, я вот это, чем ближе к концу видео, тем больше склоняюсь к тому, что я буду прокачивать, скорее всего, однозначно, одну колоду. Но надо определиться, какую. Надо выбрать, какая колода больше всего по душе. Выбирайте вы. Я вам такие варианты уже накинул, как 3 мушкетера с чем-то, но, пожалуйста, только не с големом. Можно с гигантом, в принципе. Можно взять популярную деку 3 мушкетера с гигантом. Если одобрите, нефиг делать. Можно 3 мушкетера с элитками. Можно спам с элитками. Можно спам с 3 мушкетерами. В общем, несколько вариантов с 3 мушкетерами. Можно что-то со спылами, типа много спылов, либо вообще без спылов. Либо со спарки, либо с коргигом. Вот такие вот варианты я рассматриваю Пожалуйста, не предлагайте колоды, в которых есть легендарная карта Их очень трудно прокачивать Не предлагайте колоды с лавой Ну, это легендарная карта, в принципе, это уже сразу исключено Вот Не предлагайте те колоды, которыми я уже играл Которые у меня очень часто фигурируют на канале К примеру, Голем 2 Принца Ну, опять-таки, Мегалема исключили Ну, и вообще, Деку с двумя Принцами исключаем Потому что я уже, ну, блин, очень много видосов отснял Давайте что-то новенькое придумаем Возможно, какую-то авторскую В общем, пишите, пожалуйста, пишите и лайкайте комменты Чем больше лайков какой-то коммент соберет Тем больше шанс от того, что Я возьму эту идею как за основу И, блин, этот проект будет развиваться и воплощаться И за кратчайший срок я постараюсь взять 4000 кубков Но 4000 это, ребята, минимум Это реальный минимум Я не буду сюда донатить, как на предыдущий аккаунт Ну, прям, я туда, по-моему, около полуляма задонатил гемов Нет, в этот аккаунт я буду однозначно поменьше Но в скором времени я сюда сразу закину 50 тысяч гемов Когда определимся с колодой И я сразу же буду Опенить кейсы Опенить, опенить кейсы Открывать сундучки Так, я пока с вами разговариваю Тут на изях выношу соперника Честно, прикольненько Прикольненько начинать сначала Тем более, когда сейчас ты определишься с колодой И начнешь тут Ну, реально, ты такой тут сильный Ты такой тут скилловый Тебе тут нету соперников Равных нету Ты такой вообще крутой Чувствуешь себя царем на низких кубках Но это до поры до времени Потому что кубки я буду поднимать здесь достаточно быстро В общем, как-то так, друзья Я вам все так сумбурненько рассказал Пишите в комментариях Жаль, что ник уже я выбрал Ну, в принципе, если что-то с ником не зайдет Всегда есть Всегда есть тема Изменить никнейм Четвертого уровня Клан создам также позже На стриме В общем, определяйте колоду Я запишу с этой колодой видео Либо, ну, подниму чуть-чуть кубков И будем на этом аккаунте стримить однозначно Скорее всего, сегодня стримы проведем Приходите на стримы Подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик Ждите мои новые выпуски Я вам желаю удачи Надеюсь, вам новый проект зайдет Всем, ребята, пока! Субтитры сделал DimaTorzok